всем привет вы на канале crypto comments и сегодня мы как всегда обсудим цену биткоина поговорим про перспективы в краткосроке в долгосроке про биржи про диверсификацию рисков и также у нас в конце будет интереснейший интервью от от майкла сейлора с его компании microstrategy которая перевела львиную долю своих активов в bitcoin ну давайте начнем с графика и посмотрим что тут происходит ну смотрите вот у нас недельные свечи и мы видим отчетливо бычью картину собственно такую же как и после всех остальных холлингов мы пробились наверх этого треугольника сейчас находимся выше и по факту торгуемся там где вообще торговались всего несколько недель за всю историю биткоина вот выше этих значений что было в 2018 на стыке 2017-2018 годов и это конечно же очень бычья новость и вот мы здесь видим на макро таймфрейме что у нас есть повышающиеся минимумы что очень хорошо для цены и вот мы находимся внутри этого логарифмического канала регрессии и можем посмотреть из истории что у нас раньше было точно также все смотрите был предыдущий пик 1177 долларов потом два понижающихся дна потом на уровне 500 долларов мы пробили этот треугольник и пошли наверх параболически уже тестируя как поддержку зеленую вот эту кривую линию нижнюю границу логарифмического канала собственно сейчас похоже все на то же самое также у нас было и ранее в истории bitcoin если посмотреть вот у нас такой же был треугольник на уровне 2 доллара 31 доллара 2012 году и после первого холдинга мы также пошли вот эти линии у нас это холдинги психология одна и та же каждый раз когда мы пробиваемся из этого треугольника никто не верит в рост все продают шортят фиксируют прибыль слонгов и дальше мы улетаем в космос если мы померяем линейкой здесь вот границы пробития из этого треугольника то первый раз мы набрали 8000 процентов 8 200 почти второй раз когда мы пробили треугольник 2016 после 2 холдинга мы набрали 3685 процентов почти 4000 процентов и сейчас можем пофантазировать с вами давайте также натянем здесь линейку от нижней до верхней границы логарифмического канала и мы видим что это даст нам рост в среднем две тысячи сто процентов и давайте конечно не будем over extended что называется слишком переоценивать возможности потому что смотрите логарифмическая регрессия она на то и регрессия что каждый следующий забег он дольше по времени и меньше по прибыли вот смотрите у нас первая фаза накопления была вот такая достаточно резкая вторая уже более плавная и третье мы можем с вами консервативно рассудить что вот мы все еще находимся в фазе накопления как видите внизу возле зеленой линии где надо покупать и даже если мы будем накапливаться еще дольше и плавнее то это где-то в середине 2022 года даже на уровне накопления даст нам цену биткоинов 25 примерно в 25 тысяч долларов по этому каналу а то и в 35 то есть это что значит что это будет уже нижняя цена биткоина а не верхняя цена как у всех настроен сейчас психологический уровень 20 тысяч что якобы это пик 20 тысяч это уже станет стал одном фактически за эти три года и дальше мы можем пофантазировать что мы пойдем с вами как-то вот так вот конечно в краткосроке очень сложно предугадать пойдем ли мы ближайшие месяцы неделю вниз а потом наверх или наоборот вверх а потом вниз конечно же будут случаться коррекции на 30 может даже на 40 50 процентов по пути наверх как это было во всех предыдущих циклах но я просто знаю точно что продавать надо вот там где красная линия это верхняя граница логарифмического канала где у нас все пузыри были и там цена биткоина будет составлять 200 а то и 300 тысяч долларов через год или два как мы видим из графика с графиком спорить бесполезно я просто знаю сейчас много новых ребят кто в чате и в комментариях кто только-только зашел на рынок молодых ребят и если вы меня смотрите не переоценивайте свои возможности потому что сейчас дальше в этом видео я вам расскажу свою историю в крипто вкратце я в крипто уже больше пяти лет и тоже наделал кучу ошибок и вначале мне повезло потому что я попал в шестнадцатом году на зарождение предыдущего булрана в пятнадцатом даже и нарубил там кучу иксов и потом думал что все я понял как торговать что рынок всегда будет расти это все не так смотрите тут нам что нужно видеть еще в бычьем рынке что rsi индекс относительно силы должен больше не уходить ниже среднего значения 50 60 пунктов и сохраняться все время в перекупленной зоне то есть смотрите мы на медвежьем рынке с вами уже привыкли что перекупленность надо шортить до продавать на самом деле это не так сейчас нам нужно перестроить свой мозг на то что мы в бычем цикле и теперь нам надо покупать просадки то есть до следующего медвежьего рынка не важно как мы пойдем вот так вот или вот так он будет рисовать некие просадки и вот эти просадки нужно не бояться и покупать конечно же лучше всего это делать без плеч но если вы торгуете с плечами то рассчитывайте риски цену ликвидации держите подальше и пользуйтесь стопами если вы используете большие плечи чтобы вас не смыло либо не рискуйте просто большим депозитом ну а теперь давайте взглянем на историю биткойна вкратце спасибо журналу forklog за этот замечательный спецпроект с инфографикой вот мы здесь можем видеть некоторые события на которых я хотел заострить ваше внимание ну вот у нас 18 августа 2008 года зарегистрирован домен bitcoin.org цена биткоина в этом составляет 0 долларов дальше идем важный момент это 2010 год июль стартовала в будущем крупнейшая биржа mount gox mt gox чтобы вы понимали это тогдашний binance это был номер один по объемам торгов биткоина посмотрите цена биткоина 0 0 0 8 долларов тире 0 0 8 то есть до 8 центов максимум за один биткоин прикольно да ну а дальше надо почитать википедию для тех кто не знает про эту биржу она скандально известна тем что она просто полностью есть даже такой термин сгоксилась mount gox сгоксился кто не знает из молодых ребят почитайте обязательно историю mount gox бирже просто соскамилась со всеми средствами своих клиентов и вот мы видим здесь на графике что когда цена биткоина поднялась к 1200 долларов то вот мы видим здесь на других биржах таких как бит феникс без там в то время крупных она удержалась и не опускалась ниже 500 долларов в тот момент когда на mount gox она упала практически до нуля люди просто потеряли все свои средства и бирже соскамилась я к чему это все виду я не хочу ничего на что намекать но сейчас binance как я смотрю на ней ну 90 процентов ребят торгуют держит все на binance как блоки и бирже очень удобно и хорошая но смотрите она на во первых очень новая она появилась всего три года назад и вот дальше если мы здесь пойдем по истории посмотрим вот тут примерно я уже начал нет тут еще и не начал вот появлялся лайткоин coinbase а сего эфириум запуск журнала for clock вот тут примерно я попал в крипто когда уже запустили майонет эфириум начале 2015 года вот это я уже помню я к вам к чему что в то время смотрите цена биткоина было двести восемьдесят семь долларов тоже никто не верил даже в тысячу чтобы вы понимали все продавали шортили уже по 400 и по 500 но в то время не было еще даже никакого binance просто вам на заметку мы все торговали на полоник это была крупнейшая биржа по объемам торгов но одна из крупнейших по объему пользователей точно там собственно и первыми появлялись все монеты эфириум эфир classic когда произошел hard fork и bitcoin кэш и все вот это то что дошло до наших дней а и вот посмотрите binance запустили всего только гораздо позже уже 1 июля 2017 года когда цена битка уже составляла почти 3000 долларов это я к тому что binance достаточно молодая биржа и особо как бы там никакой регуляции никаких гарантий возврата ваших средств не предусмотрено ну и потом конечно же на пике пузыря прошлого который тогда еще был естественно пузырь в конце декабря 2017 года когда цена биткоина достигла почти 20000 долларов запустились торги bitcoin фьючерсами на чекахской товарной бирже и конечно же это был пузырь потому что цена биткойна буквально полгода назад стоило какие-то там 2000 долларов но сейчас это уже никакой не пузырь потому что прошло три года прошла фаза накопления медвежий рынок с корона дампом который всех вытряс и смотрите вот та самая биржа полоник на который мы все торговали она была реально крупнейшая по объемам торгов на самом деле очень удобная биржа с хорошими фишками там на ней даже дешевле комиссии на спот чем на бинансе и очень удобный марджин интерфейс она была крупнейшая биржа по объемам торгов но произошла смена тренда и бинанс стал крупнейшей бирже забрав на себя всю ликвидность и я к чему это все клоню что диверсификация гайз ни в коем случае не держите все яйца в одной корзине если вдруг бинанс решится скамиться вам некому будет писать или даже хакерская атака случись или еще что-то вон они уже кстати морозит средства некоторые люди жалуются не могут вывести без каких-то объяснений там происхождение средств и так далее поэтому я вам очень рекомендую закрепленном комментарии под каждым моим видео и также в телеграм-канале везде есть вот три лучшие биржи для трейдинга бабит фемикс и дудекс в чем фишка смотрите эти биржи они достаточно новые ну как новый бабит уже бабит больше двух лет на рынке фемикс и дудекс больше года уже они чем круты что биржи это такая штука они не все-таки не вечные и нужно ловить тренд у них происходит естественное перетекание ликвидности и сейчас бабит очень сильно набирает обороты то есть там увеличиваться торговые объемы и объемы трейдеров и нужно держать нос по ветру нужно быть на той бирже куда идут средства они откуда оттекают понимаете допустим с бит феника сейчас финансы но с финансы пока нет но тоже будет этот тренд с бит микс и сейчас активно обтекают средства так вот все кто сейчас ищет альтернатива бит микс и бинанса обязательно ознакомьтесь закрепами здесь кучу бонусов они все дико удобные вот вся инфа в описании депозитные бонусы вот во первых на бирже байбет если вы зарегайтесь по нашей ссылке вы можете получить бонусов до 610 долларов на разные депозиты и даже если вы уже зареганы по нашей ссылке вы можете это сделать просто введите промокод в отделе наград и внесите любой депозит для получения этих разных бонусов тут все написано также биржи дудекс чем она уникальна там совершенно нулевые комиссии на торговлю chain link usdt и тоже депозит бонуса до 300 долларов на депозит и из детей то есть там реально вы можете экономить уйму средств на мейкер фи на тейкер фи вообще не тратить на комиссии также бирже фемикс на который бонус до 100 долларов и еженедельные розыгрыши в их русском чате вот и я лично рекомендую вам диверсифицироваться по всем этим трем биржам скажем на дудекс и торговать линком на байбет есть coin margin futures и bitcoin эфир и us xrp то есть вы можете фактически держать эти монеты прямо их ланговать например если вы ходлер то есть не не вездите зарабатывать а в самих монетах очень удобно и также вот они сделали новые и из детишные контракты если вы все-таки верите в доллар который жестко конечно падает сейчас и будет инфляция только начинает ударять по нему но вы можете торговать здесь вот фиксироваться в из детей шортить например на этом счету также там есть еще один промокод на 30 процентную скидку на все комиссии в общем очень крутые удобные биржи никаких лагов и самый прикол что в марте когда был корона дам и бинанс ваш любимый и битмикс реально лежали оба и не давали закупиться на дне а байбет и фемикс дали прекрасно закупиться и фирм ниже 100 долларов лонг взять и другими монетами так что это серьезная история это никакая не реклама это те биржи на которых я сам торгую и очень рекомендую вам заострить на них свое внимание вот более подробные обзоры бирж у меня на канале или в описании этого видео там есть более подробные видео обзоры всех бишь скоро буду делать новые видео обзоры по дудокс про нулевые комиссии по байбет с новыми монетами и так далее ну и по каналу чё хочу сказать ребят большой респект нас уже 2177 подписчиков на момент того как я снимаю это видео дико вам респектую если вы еще не подписались обязательно это сделайте поставьте лайк если вам нравится такой контент чтобы быть в курсе ну и давайте смотреть интервью майкла сейлора с его майкростратеджи он там очень интересные вещи говорить про долгосрочные перспективы биткоина что в конечном итоге есть дефицит дефицит это энергия правильно что есть деньги деньги это монетарная энергия деньги это очень часто используемое слово значение которого люди просто не осознают но если вы инженер то вы скажете деньги это монетарная энергия монетарная энергия это надмножество всех энергий относящихся к условиям человеческого существования кинетическая энергия потенциальная энергия химическая энергия атомная энергия электроэнергия все виды энергии могут быть конвертированы через работу в деньги и деньги могут я могу взять вашу сотню миллионов долларов купить кучу ребят с пушками и начать войну это кинетическая энергия. Я могу также взять ваши 100 миллионов долларов и купить электроэнергию. Я могу купить все, что захочу. Могу забраться на гору и заиметь потенциальную энергию. Итак, деньги – это энергия. А биткоин – это сеть программного обеспечения, первая в истории человечества, которая способна хранить и перенаправлять монетарную энергию без потери силы. Фиат – это система монетарной энергии, которая делится на разные подвиды, скажем, аргентинский песо – это монетарная система, которая истекает на 20% в год. Доллар США кровоточил на 0,5% в месяц последнее десятилетие, но сейчас уже он истекает кровью на 1-2% в месяц. И знаете, любая система, скажем, золота – это тоже монетарная система, которая истекает на 3% в год. И случаются оказии, когда оно обрушивается сильнее, правильно? Итак, что я думаю? Мы создали через технологию шифрования, через децентрализованную криптосеть, мы создали систему, которая сохраняет, которая берет аналоговую энергию. Знаете, люди больше сфокусированы на мощности, но в действительности, это любая аналоговая энергия может быть взята, зашифрована мною, и я кладу ее в блок зашифрованной энергии, который мы называем биткоин, который сгенерирован комбинацией хэш-функций, защищен приватным ключом, который мы используем, чтобы защитить этот блок зашифрованной энергии. Я беру это и кладу на блокчейн, распределенный реестр, что очень схоже с вакуумной упаковкой еды, знаете? Если я пищевая компания, я использую вакуумную упаковку, чтобы сохранить энергию еды. Это основа Хайнс и Крафт и любой пищевой компании. Marjorie Merriweather Post стала богатой и знаменитой, поскольку она поняла, как стабилизировать еду для комнатной температуры. По факту, она купила первую в мире компанию по заморозке еды, Bird's Eye, когда люди додумались, как сохранять энергию еды без риска порчи. И она стала богатейшей женщиной в мире, когда поняла, как все осуществить. Джон Рокфеллер захватил химическую энергию, Post и Крафт захватили пищевую энергию. И что делаем сейчас мы, так это захватываем монетарную энергию в сети. И потом вы осознаете, что можете конвертировать аналоговую энергию, которая растрачивается здесь, в зашифрованную форму, которая останется навсегда. Это невероятное достижение. Это как оторваться от гравитации. Согласны? Это как попасть в космос в вакууме и вращаться 25 тысяч миль в час вокруг Земли и никогда не остановиться. Если я помещу что-то в вакуум, это останется навсегда, это не распадется, это не будет атаковано бактериями и так далее. Но если я оставлю это на Земле, оно сгниет. И, собственно, вот что происходит с ходлерами сейчас. Я уже говорил, что в мире, где все рассеивают энергию, знаете, сохранение вашей энергии является выигрышной стратегией. И знаете, все сейчас рассеивают монетарную энергию, держа доллары. Также многие рассеивают, постоянно торгуя. Знаете, это тоже растрачивание энергии. Все эти покупки, продажи, перекладывание туда-сюда, конвертация. Это все движется вокруг рассеивания. Выигрышная стратегия — это остановить рассеивать энергию, поскольку все остальные так быстро ее растрачивают. И если у меня есть 100 миллионов долларов, и я сижу в кэше, я рассеиваю 15% в год, не делая ничего. А если я просто оберную в биткоин и также ничего не делаю, то это будет означать, что через 10 лет кэшу стремится к нулю, а у меня все еще те же 100 миллионов долларов энергии в биткоине. Так ведь? И если все остальные 99% общества примет другую сторону этой сделки, то через 10 лет ты будешь владеть всем. И это то, что биткоинеры понимают. И еще, знаете, есть два типа людей. Есть куча криптопипла, которые постоянно что-то троллят в Твиттере, пишут свои придирчивые комментарии в стиле «Биткоин кэш — это в 20 раз более быстрые транзакции, чем биткоин», что настолько глупо и тупо заявлять. Я не хочу говорить, кто мне такое писал, но вы, возможно, сами догадываетесь, о ком я. И это настолько глупо так писать, потому что ты живешь на пруду с 25 миллиардами в активах, на которые всем наплевать. И на другой стороне есть пруд с 250 триллионами активов, и PayPal имеет 250 миллиардов капитализации и 340 миллионов клиентов. И они собираются масштабировать скорость транзакций в сети биткоин до миллиарда в секунду. В миллион раз быстрее, чем блокчейн это позволяет. И они сделают это бесплатно для нас. И все, кто захотят быстрые транзакции, будут использовать свой Square App или PayPal. И также Apple Pay, Android, Google Pay, Amazon тоже скоро словят FOMO чувства упущенных возможностей и зайдут на этот рынок. И сделают свои платежные рельсы. Они сделают сексуальные, прекрасные платежные рельсы, которые в миллион раз быстрее, чем блокчейн, построенный на Proof of Work, построенный на Proof of Work, доказательстве работы, на котором работает биткоин, и на котором будут сидеть ходлеры со своей зашифрованной энергией, со своей жизненной силой. Пока все остальные в мире, Apple Pay, Google, Amazon, PayPal будут отчаянно работать, чтобы сделать, чтобы обеспечить всю эту тему с быстрыми транзакциями. Майкл, в какой момент цены биткоина мы можем декларировать, что он одержал победу как средство сбережения? Должны ли мы признать победу, когда биткоин пробьет 100 тысяч долларов, или миллион долларов, или 10 миллионов? Где вы видите этот предел? Я не думаю, что произойдет какая-то смена этапа, когда мы увидим победу биткоина, но, скажем, при капитализации в триллион долларов мы уже догоним большие техкомпании, такие как Facebook, Google. На двух триллионах мы перегоним Apple и Amazon, правильно? Так что обгон средних и больших техкомпаний – это следующие два момента, которые можно было бы отпраздновать. Но затем, когда капитализация устремится к 10 триллионам... Знаете, есть два класса активов, за которыми я наблюдаю. Один из них – это золото. Я люблю смотреть на волатильность золота. Капитализация золота – 10 триллионов. И второй актив – это индекс Nasdaq, который содержит в себе тех гигантов, тоже под 10 триллионов долларов. Так что я думаю, на отметке в 10 триллионов мы уже поглотим всех тех гигантов как группу, либо впитаем все золото. Вы знаете, я думаю, на отметке в 100 триллионов мы впитаем весь суверенный долг в нашу тихую гавань. Ну и вот, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, стараемся для вас. Вот, нас уже 2170 подписчиков. Подпишитесь в телегу, все ссылки в закрепленном комментарии там. Полезные уроки, биржи, обменники и все такое. И не забывайте, что здесь мы в долгую с вами. И даже на обычном рынке многие умудрятся все потерять. Поэтому не жадничайте, не плечуйте, ставьте стопы, теки, используйте риск менеджмент. Пишите в телеграм-чат, если что не понятно, в комментарии на все отвечу. С вами был Флалалак, Гринни Джо. Это канал Крипто Комманс. Да, и это интервью я переводил специально для канала Крипталик. Большой ему респект. Ссылка в описании. Кто не подписан, тоже подпишитесь. И на связи. Всем профита. Пока.